Хе-хе-хе! Сегодня хочу поболтать на тематику, какие в Америке у нас семейные мужчины. Пока я бежала за своим телефоном, наглядные примеры начали расходиться. Вот смотрите, мой балкон выходит на бассейн, где находились одни папочки с детьми. Мамочек нету. Мамочки на тихом часе, мамочки отдыхают. И такая картина у нас здесь сплошь и рядом, вы знаете. Смотрите, какой папочка накачанной. Два сыночка, и лапочка дочка. Видите, да? Вот, там еще с ними были точно такие же папочки. И, вы знаете, очень-очень-очень такая картина у нас популярна и распространена. У меня даже появились новые соседи в нашем нейбор-худе. Молодая пара. У них тоже маленький мальчик. Папа находится дома. А мама работает и содержит семью. Здесь тоже такие варианты. Очень популярны. И все-таки хочу сказать, так как у меня есть с чем сравнить, да, я выходца, выходка, выходка из бывшего Советского Союза, просто на примере своей семьи и своего окружения. Могу сравнить, что наши мужчины, которые, например, встречались на моем семейном, родственном пути, конечно, не отличаются. Такой, знаете, семейностью, чтобы ухаживать за детьми, поменять им дайперы, кормить их, постоянно с ними заниматься, гулять. Ну, такую картину, может быть, кто-то и возразит. Можно увидеть, да, но согласитесь, с ней часто. А здесь в порядке вещей. И не знаю, почему. Я уже об этом говорила, поднимала эту тему, что здесь все-таки матриархат. В Америке женщины рулят. Они заправляют семьей, домашним бытом и строят мужчин. Хотите вы этого или нет? Кому-то это нравится слышать, кому-то нет. Но женщины здесь голова всему. Опять-таки, не буду, конечно, говорить за всех. Есть исключения из правил. Но в моем окружении, среди моих знакомых, я вам могу сказать, что 99% тех, кого я знаю здесь, женщина, глава в семье, включая, между прочим, вашу покорную слугу Кэт Смит 98. Кэт Смит. Кэт Вискос. Я уже забыла. Мне солнышко перегрело. Я только что пришла. Вот с того пляжа. Вот, видите. Обычно у меня расписание где-то я с 7-8 утра уже там и до 12 часу дня. А потом уже все. Я чувствую, что у меня солнечное перенасыщение. И я ухожу в тенечек. Ухожу в тенечек. И вот подсматриваю за красивыми американскими папашками. Смотрите. Папашки, между прочим, на славу. Все накачанные. Все красивые. И уже не первый день я вижу эту картину. Вот они за бебечками смотрят, ухаживают. А мамашки может быть, пошли в салон красоты. Вот мне было бы интересно узнать, как в ваших странах и городах, тех местах, где вы живете, обстоят дела по поводу матриархата. Или, может быть, у вас патриархат. какие взаимоотношения в семье. Здесь из этого никто не делает, вы знаете, big deal, как они здесь говорят. Здесь никто из этого не делает какой-то, например, проблемы или какого-то пафоса. Я не знаю, почему, откуда, как говорится, растут ноги в этой истории. Но здесь это, по-моему, уже было давным-давно. и оно будет. Оно, это я имею в виду, что женщины заправляют. Женщины командирши. Женщины во главе. Вы знаете, они очень здесь властные, инициативные, оперативные и активные. Иногда мне кажется, что женщины здесь в Америке поменялись местами с мужчинами. И, опять-таки, это литерический вопрос. Кому-то это по душе, кому-то нет. Но вот, что я еще заметила, не хочу никого, конечно, обидеть, но мужчины здесь в общем своем числе, вы знаете, амебные. Какие-то они, вы знаете, не знаю, может быть, они запуганные вот этими всеми американскими законами о сексуальных этих притягательств, о сексуальных домогательствах и на работе, и в общественности. Я уже где-то говорила, меня девочки спрашивали, здесь никто никогда не знакомится на улице. Здесь такого нету по определению. Вот я помню, не знаю, может быть, сейчас все тоже поменялось, я, конечно, слышала, что сейчас и в России очень популярно знакомство по интернетам, но когда я там жила много-много лет тому назад была молоденькой девушкой. Ох, я помню, пройти спокойно по городу Санкт-Петербургу я не могла. Всегда были какие-то, знаете, интересные, даже веселые моменты истории с молодыми людьми, которые пытались как-то с тобой заигрывать, познакомиться, но и тому же в зависимости от моего вкуса с подружкой были истории, когда мы, например, соглашались, обменивались телефончиками, у нас завязывались какие-то интересные отношения с ребятами, но, как видите, и кто знает, я в России не вышла замуж по молодости лет, хотя все мои ровесницы выскочили ну, где-то в 18 лет точно. В 19 лет моя подружка кричала Катька, мы с тобой старые девы, мы не замужем, у нас даже нету по жениху, никогда не забуду, но потом хочу сказать, что временно расставила все на свои места, и те же мои многие знакомые, девочки, приятельницы, которые очень рано вышли замуж, потом они все развелись и создали, кто-то не создал по новым семьям, а некоторые даже по несколько у них было заходов, кто-то удачно, кто-то неудачно, я могу похвастаться, может быть, потому что считаю, что это явление не очень часто сейчас, на 21 веке, я была, есть и, надеюсь, буду замужем один-единственный раз. Ни с кем не разводилась и не собираюсь. Ну, вот, может быть, так сложилось, повезло. У кого-то, конечно, не так, у всех все по-разному, но, тем не менее, я отошла от темы сегодняшней, к чему я хотела сказать, что мужчины здесь очень пассивные, вы знаете, перестали, перестали мужчины делать красивые поступки ради женщин, перестали делать какие-то неординарные поступки, какие-то сюрпризы, может быть, помните, да, перестали они лазить по балконам к любимым женщинам петь серенады. Здесь, по-моему, все наоборот. Женщины, женщины полезут вот по такому вот балкону, и женщины споют мужчины серенады. Если американская женщина встретила на своем пути мужчину, которого потенциально она решила рассмотреть как спутника жизни, она вцепится в него всеми клещами возможными и невозможными. Вы знаете, и опять-таки, что такое добиваться мужчины? Я считаю, что это ужасно. Мужчина должен добиваться женщину. Мужчина, но никак наоборот. Это опять-таки мои понятия, так как я была выращена, мои взгляды на жизнь. Вы знаете, я никогда в жизни не воспринимала, не понимала, и тем более никогда у меня в моей судьбе такого не было, чтобы я когда-то, может быть, даже по молодости лет боролась за какого-то молодого человека и мужчину. Никогда. Что это такое? Женщина должна бороться за мужчину? Это не мой адрес, не в мой адрес. Может быть, у кого-то были другие истории, но, знаете, слышала вот такую эту историю. Мужчина разрывается, мужчина не может определиться между двух женщин, с кем ему остаться. И вот эти вот бедные несчастные женщины начали за него бороться. Что это такое? Какое к себе должно быть неуважение, чтобы вот за такого мужчину, если его можно назвать мужчиной, еще бороться? Он не знает, к какому берегу приплыть и забуксироваться. Но это же ужасно. Это, я считаю, что ужасно. Но, к сожалению, мужчины не борются за женщин в 21 веке. И я, вы знаете, очень-очень рада, очень рада, что я не свободна, что я не в открытом поиске второй половины. я очень рада, счастлива, что она у меня найдена и есть, потому что у меня есть несколько знакомых, которые одинокие, и они блуждают по просторам интернета на сайтах знакомств, вы знаете, и те истории, которые они мне рассказывают, меня просто подвергают в ужас. сейчас ценности жизненные совершенно поменялись, совершенно поменялись. Но, тем не менее, кому повезло найти свою половинку, вот, пожалуйста, посмотрите, все-таки есть еще мужчины в наших американских селениях, которые очень семейные, которые любят своих жен, любят своих детей, и которые не чуждаются, и приготовить обед, и вымыть полы, и позаниматься с детишками, и поменять им памперсы, и вставать ночью, покормить их, и т.д., и т.п. Ну, и хочу вам признаться, что мой муж американец, и он из числа вот таких вот мужчин, которые очень-очень семейные, очень семейные. Иногда даже мне кажется, что он делает больше семейных дел, и ухаживает за детьми лучше, чем я. Ну, вот, что поделать. Тем не менее, мы уже много-много лет вместе, и все у нас сложилось. вот такая вот у меня была тематика. Расхвалила я американских мужчин, какие они хорошие, какие они семейные. Но, опять-таки, девочки, нету исключений из правил, или правил из исключений. Встречаются разные люди, но все равно мне хочется верить, что хороших людей, хороших мужчин гораздо больше на этом свете. Поэтому не отчаивайтесь, дерзайте, и чтобы каждому вам, вот по такому красавчику мужу, который будет вас холить, лелеять и ухаживать за вашими детишками. Я желаю вам всем-всем солнечного дня, желаю всем красивого синего моря перед вашими глазами, и пусть все ваши мечты сводятся. Я желаю